Отец, мы благодарим Тебя за этот вечер, на то, что мы можем собраться перед Твоим лицом, и, Господи, учиться у ног Твоих, учиться тому, как мыслить, учиться тому, как мыслить Тебя, а Тебе и с Тобой, Господь. Боже, мы просим Твоего благословения на это время, Отец, и просим Тебя, чтобы мы были открыты, внимательны и способны, Господи, к движению вместе с Тобой, к движению друг с другом, Отец. Благослови нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Значит, кому надо представить, Максима? Тебе надо представить? Ну да, немножко хочешь. Тебе тоже надо представить. Значит, я представляю, а ты себя еще сам представишь. Максим Асовский – это наш хороший очень товарищ, с которым мы познакомились во время серии каталогических игр у Петра Щедрадинского, на которых имел честь быть ровно, ну, даже больше, половины здесь присутствующих. Ну, как мы с Алексеем, да, Максим и Егор там нечастливы тоже, Максим вообще. Собственно говоря, занимается Максим много чем, а вот и он. Работает с разными корпорациями, одно время занимался скаутским движением, да? Да. Скаутским движением, да? Вот, так что, скорее, встану садится, Женя. Хорошо, какому-то. Вот к этому. Ну, а дальше давай ты сам про себя немножко добавишь, да, потому что я так внимательно не изучал твою биографию. И заодно расскажешь цель того, что ты будешь делать, и заодно того, как мы можем участвовать. Потому что понятно, что ты будешь как-то вести, но хотелось бы понимать, соответственно, ну, мы обычно как строим, да, вот, обычный наш формат. То есть докладчик что-то говорит, там, ну, на 40, как мы же даем. А потом начинают всякие вопросы, проблематизации, так и так далее. Я боюсь, что сегодня будет по-другому. Так, очень боишься. Илья Михайлович. Сетки к столу не пробивайте. Ну, в общем, не знаю, как бы, поэтому ты расскажи формат, расскажи, как бы, что ты ждешь от нас, как мы можем участвовать, да, потому что хотелось бы при этом удержать благословскую проблематику всего этого деления. Да. Заходите, друзья, и надо бы сюда ближе садиться. Друзья, в общем, ну, я особо много не буду о себе рассказывать, потому что, ну, не целью мне здесь самопрезентацией заниматься, совершенно точно. Я единственное скажу, что я сегодня, значит, хочу поделиться своей интерпретацией видению московского металлогического кружка на системный подход к мышлению и деятельности, как было заявлено. Я очень рад, что мне здесь не нужно будет рассказывать историю московского металлогического кружка, я обычно перед такой лекцией подробно рассказываю, что это такое. Почему ты рад, да? Ну, потому что это занимает достаточно много времени, а это нужно, а его нету. Прочитать самостоятельно, да, ну, хорошо. Значит, единственное, что точно, совершенно могу сказать, что считаю себя учеником Петра Георгиевича Дравицкого, и то, что я сегодня буду рассказывать, основано на моем прочтении курса лекции, курса из 52-х лекций, которая опубликована на сайте фондового института развития Ивича Дравицкого. То есть это вот такое короткое изложение для тех, кто не прочитал это. Да и сознательно стал Петра Георгиевича. Да. Да, но я, Феоргий Петрович, не видел сегодня. Ну, да. Значит, с одной стороны, я никогда не рассказываю, какой формат. В этом тоже есть элемент игры, потому что мы никогда от жизни не можем ждать разъяснения, что будет на следующем такте нашей жизни. То есть и объяснение, какой формат, оно неестественное. То есть люди должны быть в сознании напряжены и готовы к любым сюрпризам. Значит, это вот то, что я обычно делаю в играх. То есть, соответственно, это такая позиция того, что дается в тренингах, когда человек приходит и говорит, у нас такое расписание, здесь у нас будет вот такой блок, потом у нас перераз на кофе, потом такой блок, потом обед, потом такой блок, вот здесь мы заканчиваем. То есть я так никогда не делаю. То есть мы собрались и что-то варим, какой-то суп. Ну, значит, как получится, знаю, только я один, ну, соответственно, и тренинг отца. Ну, знаю, есть определенный сценарий, собственно. Значит, ну, подчеркиваю, что в этом есть элемент игры, а в игре есть такой элемент жизненных всяких неприятностей и непредсказуемости. Ну, для вас я совершенно точно сегодня могу сказать, что это будет сначала лекция, то есть, ну, вот такой вот жанр, когда я буду что-то рассказывать, и потом мы это все будем обсуждать. Сейчас от вас, ну, выполняю там твой запрос, я могу сказать, что я жду, удерживаю вот эту богословскую тему, включение в то, как можно обосновать тот метод, который был создан в кружке, в том числе, опираясь на описание. Потому что, в общем, когда мне Евгений сказал, что там где двое, там Христос, Христос, да, войне его, да, значит, это, конечно, ну, такое свидетельство коллективного мышления, то есть, оно отсутствует там для один, ну, его просто не может быть, нам для мышления всегда нужен другой, и я могу сказать, что это я читал Льва Толстого, то есть, я прочитал эту цитату, позвонил Евгению, сказал, слушай, Толстой, да, пишет, причем без ссылки на описание, и когда Толстой в статье об образовании, значит, пишет об этом без ссылки, написать, понятно, что в его кругу его читатель знал совершенно точно откуда эта фраза. Значит, я бы хотел начать, то есть я буду рассказывать о напоре схем, которые есть в кружке, потому что мне кажется, что это важно для работы общей, для того, чтобы, ну, там, мы эти схемы использовали как язык, что ли, в обсуждении каких-то, ну, важных, философских вопросов, важных вопросов, касающихся образования, то есть, по сути дела, схема – это такой алфавит, который можно описывать деятельность. Значит, как я это вижу, да, вот, например, там, вопрос свободы воды, да, он вставал вместе с вопросом, такого, я бы сказал, детерминизма, то есть, тотального, значит, ощущения, что человек ведом не своей собственной волей, ну, будем так говорить, что были представления о том, что это воля Божья, причем в разных периодах человеческой истории, то есть, в, там, в дохристианскую эпоху, и даже в до монотеистическую эпоху, где были представления о языческих богах, по воле которых совершается все на этой земле, соответственно, в связи с появлением монотеистических религий, было ощущение, что это совершается все исключительно по воле Бога, причем Бог при этом, с одной стороны, понимался, как, ну, некоторое существо, которое взятое из языческих представлений, а с другой стороны, конечно, в писании было сказано, что в греческом тексте, что это локос, и локос был у Бога, и локос был у Бога. То есть, локос, помимо того, что это слово, как переводится в русском переводе, имеет значение как логика, так и мышление. То есть, ну, там, в моей такой юридической интерпретации, то есть, мышление было у Бога, и мышление было у Бога. То есть, и мышление, как мы его понимаем, в представлении Московского гигалактического кружка, это позитивное мышление, которое, по сути дела, является такой божественной силой, управляющей, ну, массами людей, ну, таких божьих рабов, и, ну, детей, идущих по истории человеческой цивилизации. Значит, как эта схема, грубо говоря, реализована в представлении Московского гигалактического кружка? Ну, такой, как детерминизм рисуется в представлении Московского гигалактического кружка. Это схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры. То есть, это выглядит таким образом, что есть некий набор культурных норм, нормы, 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 которые проявляются в конкретных ситуациях. То есть, и о чем мы, собственно, говорим? О том, что так, как мы живем, так, как мы разговариваем, так, как мы поступаем, обусловлены нашим культурным опытом и культурным, в который мы выросли. Таким образом, по сути дела, в такой схеме нет никакого свободного места для того, чтобы проявить какие-то собственные человеческие качества. Вопрос по ходу может быть? Ну, так только не сбивай. Нет, и к схеме. Да. Ну, можно, да. Вот, смотри, вопрос 2. Первое. Норма. Изменяемая или нет? Да, и второе. Здесь воспроизводится деятельность. Ну, деятельность, ну, вот, внутри. Норма, соответственно, ну, как отражение деятельности. Ну, и, соответственно, деятельность проявляется там в конкретных ситуациях. То есть, деятельность, любое действие мы деятельность называем, или все-таки, любое. Вот прям, да, здесь не стоит. То есть, ну, ты чистишь зубу, потому что родители чистили зубы, родители чистили зубы, потому что там еще и так далее. Ну, и там еле что-то. Ну, а к первому, мы же изменяем. Ну, подожди, это ты сейчас знаешь эмпирическим путем что она изменяет. То есть, ты смотришь, анализируешь какой-то исторический период, ты говоришь, но раньше были другие нормы, и я это вижу. А в принципе, ну, когда ты это можешь увидеть, то есть, есть какие-то тексты, в которых ты это можешь увидеть, есть какие-то фильмы, что ты можешь увидеть, что раньше жили по-другому. Фотографии, картины, и все остальное. Могу, собственно, лоб. Но, ну, я же жил, родился в эпоху, когда не было ни интернета, ни панперсов, понимаешь? Да. Мои дети, где-то здесь без панперсов еще. А потом, как бы, норму меняется очень сильно с появлением новых вещей, да? Этих вещей, со стороны, коммуникация меняется, норма. Коммуникация в интернете другая, чем, ну, то есть, да, не только из тех. Но на протяжении, вот, допустим, того, до, так скажем, доисторического, вот так вот, скажем, периода, естественно, было видно, что никакие нормы не меняются. Более того, существовало и существуют целые религии, целые теистические представления о том, что ничего в мире не меняется, вся наша жизнь – это колесо перерождений, и в каждой жизни мы просто будем повторять то, чем занимались в предыдущем. И это представление как о времени, так и, по сути дела, о жизни в целом. То есть, ничего нового не происходит, все воспроизводится и, по сути дела, повторяется в конкретных ситуациях. Ну, то есть, эта схема лежит в игре антологии, так же, дальше? Да. То есть, эта схема дает представление о детерминизме. Ну, как я понимаю, опять-таки, детерминизм? Детерминизм, он обуславливает наше поведение в этой ситуации. То есть, если ты родился на территории России, будешь говорить на русском языке, будешь не с ложками и вилками, а не палочками, как в Японии, и, собственно, в этом заключается проявление той культуры, которая нас полностью детерминирует. Нет ничего у меня собственного, ну, и ты знаешь, что там перед, по-моему, Аквинским стоял вопрос, когда человек берет ложку, и он сам берет ложку, и Бог его рукой берет ложку. То есть, плод слой до этого. Например, сам, как я читаю эту богословскую проблему, значит, что на протяжении нескольких сот лет богословские философы, богословы, пытались найти в этой схеме, где полностью человеческое существование детерминировано Богом, свободу воли и свободу личности. И, по сути дела, европейская философия руками христианских богословов обосновала свободу личности. Это не вспоминается просто в связи с этим, с интерактив, и ты просил библейские какие-то цитаты, обоснования, но вспоминается и Экклесиаст, хотя там как раз он говорил о реальности под солнцем, то есть, ну, вне откровения. Все возвращается на круги своя, и нет ничего нового под солнцем. То есть, ну, по сути дела, вот у меня, там то, что я присылал, там два текста, там текст из Платона, который говорит о том, что, ну, вот жизнь человеческая конечная, а мы живем, ну, человечество конечной, то есть история мира подходит к концу, и мы живем в грани его стадии. То есть все, после нас ничего не будет. А как тогда происходит развитие? Ну, сейчас в частности, но не здесь происходит, ведь, ну, да. Да, но, как бы, вот еще, да, сюда вопрос. Для чего эта схема вводится именно в традиции? В кружке? Ну, вот показываем, как воспроизводится деятельность и транслируется культура. А ведь же, как, они изначально в марксистской позиции находились. То есть, в этом смысле, развитие-то у них точно же есть. Ну, квадрик, здесь нет никакого развития. Здесь показывается, как иначе можно объяснить, почему мы хороним своих предков. То есть, это такая традиция, такая культура настолько древняя, что потом, когда выясняют, что слоны тоже хоронят своих сородичей, то, оказывается, ну, собственно, и мы это и не придумали. Ну, как люди. То есть, это там, где-то было в истории наших взаимоотношений с животными. Ну, хорошо, ну, или там, ну, да всё, что угодно. То есть, этой схемой я объясняю то, что у меня, как у человека, нет ничего своего. То есть, всё, что я вам говорю, я прочитал, всё, что я прочитал, люди там где-то слышали, выложили на бумагу не своё, а чужое. И это всё вот так вот транслируется, потому что это трансляция культуры через поколения веками. Ну, что у нас изменилось по сравнению с 19-м веком? Ну, только какие-то вот средства. То есть, мы сейчас не пишем ручками, а пишем пальцами, там, на компьютере, но и на машинке в детстве печатал. Ну, вот что-то изменилось, одежда у нас изменилась. Ну, ткани изменились, а прикрыться надо так же. Ну, жилища изменились, конечно, там, выросли большие дома, но в пещерах жили до этого. То есть, телефоны изменились, но говорить мы по-другому там не стали. То есть, мы так же разговариваем друг с другом, просто не кричим на дальнее расстояние, а звоним. То есть, ну, как бы принципиально у человека ничего не изменилось. То есть, он далеко не окончил схему, как-то нагнимал, да? Ну, расскажешь. Нет, нет, нет. Да, получается, будет цикл эвалентность культуры любой примитивной и какой-то уже даже постсовременный. То есть, в принципе, все равно все одно. Ну, конечно. Ну, то есть, здесь возникает вопрос. То есть, и из такой точки отчета появляется разумный человек, или там человек со свободной волей, или вообще сам человек. То есть, и если специально об этом не думать, то можно и не найти этого ответа. И этот философский вопрос о детерминизме, он ведь сформулирован, допустим, что первично, материя или сознание. То есть, в этом смысле, вот культура, как я говорю, которая детерминирует, это мыслящая материя, как это было у ряда философов. А сознание – это вопрос о том, а где у человека сознание? То есть, где он проявляется как свободный человек? И свободный человек первый раз появляется у Фома Аквинского, я считаю. Когда Фома Аквинский ставит этот вопрос, и, ну, как философ он ставит этот вопрос. А, конечно, когда я читаю Писание, я понимаю, что Господь создал души живые, и духом свободным наделил человека. Но, чтобы это прочесть, нужна была интерпретация Фома Аквинского. И дальше вся история свободного духа. А история свободного духа, как я вижу, в схемах кружка, она выглядит следующим образом. То есть, это, как мы говорим, позиция, и есть некая свобода действий. То есть, и, по сути дела, если мы понимаем две этих философских концепции, и видим у них разницу, и здесь мы понимаем, что человек полностью детерминирован книгами, которые он прочитал, то эта концепция свободного человека, она показывает, что человек свободен, волен, и до такой степени волен, что он в конце XIX века способен отказаться от Бога и сказать, что Бога нет. Правильно я тебе слышу? Пока человек позицию не занял, он полностью детерминирован культурой, в которой находится. Ну, фактически, конечно. А как только он занимает, то тут свободы появляют. Ну, я думаю, да. Интересно. Можно вопрос? В XIX веке, когда человек ощущал, что свободен, отказался от Бога, да, облён ли он свободу? Или это были первые попытки, как у Икара, там, взлететь? Но человек так... Ценой только, там, ну, наверное, десятков, сотен, миллионов жертв. Да, если мы знаем, что у Икара, когда он взлетел и сам погиб, значит, там, крылья расплавились у него, там, ну, связанные на воске. То есть здесь осознание своей свободы и возможность быть свободным от Бога, ну, человечество обошлось в сотни миллионов человеческих жизней. Ну, в десятки точно. Ну, не одну сотню, можно так сказать. Там, 18 миллионов индейцев, там, 50 миллионов советских людей, там, 20 миллионов. Там, тям, пиночет, в общем, и... Ну, здесь просто большими цифрами уже человечество платит за каждую попытку ощущения собственной свободы. Ну, вот, я хочу, у меня такое религиозное мышление, у меня сразу с Писанием связано. Вот Павел говорит, не свободен ли я? То есть, он говорит, могу есть и доложать, если на меня не повредить. То есть, вот эта динтерминация, что и доложать, что есть нельзя, ну, культурная, это и... Но он говорит, я настолько уже свободен, что мне это не повредит. И он говорит, я свободен, но ради немощи я там не буду ездить. Вот как обрести вот это... Ну, не то, что вопрос, как обрести. Свобода, наверное, достигается в другом, в другой плоскости совершенно. Потому что, если сейчас говорить о детерминации вот этих норм и ситуативных решений, оно все равно тебя привязывает к определенной культуре, к определенной норме поведения. И как только ты выходишь из этого, пытаясь в свободе быть, то это вредит вообще всему, и тебе в том числе. Ну, да, вот, смотрите, я как бы соглашусь, потому что я думаю, что это не вопрос. Потому что, вот то, о чем я говорю, на самом деле философский вопрос, за который занимает труды и умы философу последние две тысячи лет. То есть, ну, реально, если рассматривать, в том числе и священное писание, как и такую философскую работу по описанию мира. Потому что до, грубо говоря, 19-го века или до 18-го других учебников и не было о жизни. То есть, это была главная книга, и, по сути дела, школа давала представление именно о мире через священное писание. То есть, других представлений не было. Значит, я начал с этих двух схем, ну, как бы, наше биолог и свое выступление показал, что, ну, вот, такие темы разрабатывались в кружке, и вопрос о том, как это может удерживаться, ну, там, в нашем человеческом сознании, ну, вообще, в философской дискуссии, что первичнее и так далее. Это очень серьезный вопрос. Например, Петр Георгиевич в прошлом году приехал из философского конгресса, и, как я его понял, он сказал, что действующие философы европейские говорят, что это на одном листе положить нельзя. То есть, это одна концепция, это другая концепция. И, по сути дела, в самом кружке эти два концепта, на мой взгляд, соединились в, ну, так скажем, схеме шага развития, там, как я ее читаю, через схему мыслей деятельности. Я сейчас начну рисовать схему автодеятельности, где вот акт деятельности, он считается свободным, в принципе. То есть, значит, деятельность в представлении кружка или труд, да, Михаил? Это когда из исходного материала получается конечный продукт. Для этого нужны знания, способности и средства. Эта схема достаточно старая, сделанная в кружке, и она достаточно интересная и актуальна для любого бизнеса. Потому что здесь вводится несколько элементов, то есть, исходный материал, конечный продукт, цель и знание, способности, средства. То есть, можно думать о том, каких знаний не хватает для осуществления какой-то деятельности по превращению исходного материала в конечный продукт. Каких способностей, каких средств. Будем считать, что это такая свободная предпринимательская воля. Это законченная схема, называется схема акта деятельности. Здесь вопросы есть какие-либо? Практически применяют, да? Как его практически применяют? То есть, это рисунок, они без носов. И они начинают размышлять, чего у них нет, да? Как 4пи в маркетинге. Всегда можно проанализировать, что не так, с продуктом, с ценой, местом реализации, либо способом реализации. Да, ну то есть, это вот такая схема была сделана, и она, в принципе, ну такая, прям утилита. Но ее одной недостаточно. То есть, для меня она является элементом, который расположен на слое деятельности схеме мыслей деятельности. То есть, схема на слое деятельности состоит из 3 слоев. Извините, а можно вопрос? Да. Вот вы рассказываете про некие элементы, они все сами по себе очень интересны, эпидологические, да? А не видно в целой картине? А мы их соединим будут. А, окей. Просто, если мне кажется, что если какую-то не... Если можно, грубо говоря, мазками общего каратора, тяну, а потом сказать, вот это, сейчас войдет этот элемент. И вот это. То есть, мне непонятно, почему это все. Да, согласен. Оно все вроде как интересно, но типа вот... Ну сейчас попробую, что надо соединиться. По крайней мое мышление. Ну, лучше было бы, наверное, если я так хоп-карту вкладывал. Ну так, значит, мой рассказ будет идти параллельно с тем, как я висую. Но у меня не получается без другого. Значит, это слои деятельности. Так, черт. Исходный материал. Внизу у нас вот, ну, слой деятельности. То есть, деятельность происходит, это вот то, что происходит, грубо говоря, на земле. То есть, то, чем люди занимаются, и то, что это имеет какую-то характеристику. Превращение исходного материала в конечный продукт. То есть, по этой формуле превращение исходного материала в конечный продукт описывается любая деятельность. Нет такой деятельности, которая не превращает исходный материал в конечный продукт. Я на фейсбуке опубликовал дня 4 назад ссылку на гугловский сервис, в котором они фотографировали землю, начиная с 80-го года. Там спутниковые снимки определенных мест. И там видно, как человек очень сильно превращает исходный материал, землю, в то, что есть сейчас. Глазу этого не видно. То есть, ну, у нас растут какие-то дома. Значит, мы ходим мимо одних и тех же, по сути дела, мест. Даже приезжая в какой-то город, нам эти изменения, если и видны, то они не кажутся нам кардинальными. А в масштабах земли, конечно, человек осуществляет грандиозную, то ли разрушительную, то ли позитивную деятельность. Но, во всяком случае, человек постоянно, каждый день изменяет землю, изменяет мир, превращая некий исходный материал в конечный продукт. Это может быть и разрушительная. Ну, вот какая-то деятельность здесь постоянно об этом с тобой говорили, я тебе задавал вопрос о преподавательской деятельности. Ну, это не деятельность, по сути. Ну, что мы положим как исходный материал, и что мы видим как конечный продукт? Ну, вот, а все-таки творчество, культура, там еще что-то такого. Ну, в любом случае, мне кажется, это лучше видно на слое коммуникации, к которому мы сейчас перейдем. Нет, ну, так это относится к деятельности, или как, или что-то? Ну, нет, это относится к коммуникации, скорее, все-таки. Это относится к коммуникации, а деятельность превращается... Коцер откоммуницировал с Бахом. Да, и с нами. И с нами. Да, и с нами коммуницировал, да, с душой, с восприятием. Но я хочу сказать, что это же, ну, как бы, не мейнстримная моя точка зрения. То есть, можно относиться, сказать, ну, типа, это не так. Нет, у него вопрос просто, что в области с традицией. Опять сидим, читая антологию педагогической мысли XIX века, я читаю, что ушинки задают вопрос, что такое образование. Мы на него до сих пор не нашли ответ, вам не говорим. Ну, ряд других авторов в конце XIX века, которые непосредственно занимаются педагогикой, говорят, ну, и что такое образование, когда у нас люди, которые заканчивают школу, не могут найти своего места в жизни, а те, которые не учились, становятся, типа, хорошими людьми и успешными, там, ну, на тот момент, не знаю, мы сейчас сказали предпринимателями. Ну, и это они формулируют в конце XIX века, и до сих пор этот вопрос не снят с повестки дня. И ответ на вопрос, что такое образование в конце XIX века нет? Ну, он, наверное, был как раз на предельной схеме, который интересовал, трансляция культуры, может быть, распроизводство, может быть, поэтому и нельзя класть на вот эту схему действий. Да, 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 а я имел в виду трансляция культуры. Да, ну, да, ну, опять-таки, когда мы говорим, образовательные, ну, типа, образовательные, если трансляция культуры, и это на той схеме, то тогда мы должны отвечать. А как транслировать, что такое культуры, и что меняется? Потому что, ну, если ты признаешь, что ты что-то можешь транслировать, то ты живешь в условиях детерминизма, и, ну, должен понимать, что ты вот, что передаешь, но люди получают. Я потом покажу, как это не работает. Значит, ну, с деятельностью мы разобрались, то есть, деятельность, в принципе, до появления, там, схемы акта деятельности, была достаточно хорошо разобрана в работах Тейлора. То есть, представление о деятельности, они, это американские теоретики управления, который, значит, что сделал? Он стал наблюдать за процессами... Надо рассказывать. Да. Который стал наблюдать за процессами, которые происходят, там, по-моему, на верхах, где-то. Когда грузчики носят, там, чугунные чушки и грузят на корабли. Значит, и он, наблюдая за тем, как грузчики носят эти чушки, вдруг понял, что есть вообще возможность оптимизировать этот процесс. Там, допустим, для этого надо брать не 10 чушек одновременно, а 2. Человек меньше устает, и на круг получается, что он будет эффективнее работать. А еще, значит, некоторые, там, допустим, носят, там, из черта откуда, а надо для этого тачку подогнать ближе, и такая возможность есть, и, в общем, каким-то образом оптимизировать эти процессы. То есть, он вдруг пронаблюдал деятельность и сказал, что ее можно разделить, и описал ее в категории бизнес-процесс. И отсюда пошла вся эта школа бизнес-процессов, когда мы можем деятельность разделить и описать один процесс за другим, чтобы ее оптимизировать. И это реализовано, в принципе, во многих бизнес-приложениях, в работе консультантов, которые приходят на предприятие, говорят, так, давайте мы за вами понаблюдать. Начинают наблюдать, говорят, слушайте, у нас есть опыт, там, нефтяной компанией, там, не знаю, из Геннезуэлы, они то же самое, что делаете вы, делают по-другому, и гораздо выше эффективнее. То есть, ну, а можем отвечать, лучшую практику рассказать, вы вот так вот сделаете, и все будет. Значит, ну, по сути дела, вот, за деятельностью, как бы, Тейлл рассказал, можно наблюдать и ее описывать в схемах. У Тейлл же был коллега Ганн, и он придумал диаграмму Ганна, которая есть в программе Ганн, когда деятельность предприятия можно описывать вот такими вот диаграммами. диаграммами, значит, здесь там одну действию, здесь другое, здесь третье, а здесь вот время. То есть, это вот, ну, как в течение дня, так в течение месяца, ну, и вы наверняка такие диаграммы Microsoft Project сделаны, видели, это диаграмма Ганта. Хотя, ну, название эти диаграммы Ганта получили по имени американского инженера Ганта, но первым такие диаграммы, там, такие попытки делать такие диаграммы, стал делать, ну, наш соотечественник, то есть, выпускник Санкт-Петербургского университета, на урожденный в Польше и работавший в Варшаве, в Островце, в Днепропетровске и в Луганске, инженер Карли Дамецкий. То есть, считается, что он первый изобрел вот этот график процесса, и он, конечно же, знал про Тейлора и про научную организацию труда, знал и впоследствии стал лидером Европейского института Карли Адамецкий. Тоже я о нем на Фейсбуке писал, вот, один из последних моих постов. Ну, вот. То есть, это вот, ну, мы смотрим на деятельность и можем ее видеть, можем ее описать. Можем написать, что, в общем, что мы здесь собрались, а это у нас ушло 10 минут, 20 минут лекции, 30 минут рефлексии, это последовательные все действия. Значит, ну, для того, чтобы увидеть деятельность, схема мыследеятельности показывает, что нужно выйти совершенно в другой слой. То есть, как бы, посмотреть на нее снаружи, как Тейлор смотрел на этих мужиков, которые носили чешки. То есть, надо выйти во внешнюю позицию. И мы говорим, что если здесь есть слой деятельности, то есть некий другой слой, слой рефлексии. И из этого слоя мы начинаем смотреть на день. И для того, чтобы нам деятельность увидеть, то есть увидеть не просто мужика, который взял чушку и пошел. Значит, мы, кроме его шагов, тогда ничего не увидим. Нам надо эту деятельность все увидеть целиком. От исходного материала, грубо говоря, до конечного продукта. И в этом принципиальное и эвристичное, и вообще неоцененное даже на Западе открытие, которое сделал Московский металлогический кружок. То есть, в этот момент рефлексия дождествляется с управлением, по сути дела. То есть, этот слой является слоем управления. То есть, существует схема, которая есть в менеджеральных западных теориях, когда есть руководитель, который руководит отделами. У отделов есть какие-то департаменты, в департаментах работают люди. Это такая вот схема с отношениями власти и подчинения. На оргтехнической схеме, которую я считаю элементом в этой схеме, деятельность, если мы говорим об управлении, полностью охватывается управляющей системой. То есть, для того, чтобы управлять деятельностью, нам надо ее объять как бы всю, как вот здесь я рисую, когда говорю о том, что надо выйти в другой слой и на нее посмотреть со стороны. То есть, мы ее должны охватить, ну как бы взглядом, мыслью, но охватить деятельность. А чем, простите, принципиально отличается от, ну, то есть, там-то управляющая, менеджерская система, что же охватывает мыслью, так сказать, пытается вместить эту проблему в отличие. Сейчас увидишь, сейчас, ну, вернее, можно увидеть, можно почувствовать. То есть, когда мы рисуем вот такую схему, да, что мы тут всех пинаем, ну, как бы внизу, да, то это одно ощущение. Вы теперь эти ощущения, как ты можешь управлять. А другое совсем ощущение, когда я скажу, что вот он, этот, который охватывает деятельность, вот здесь я его позицию нарисовал, он не один. То есть, на схеме мыследеятельности, как минимум, их двое, ну, на арктехнической схеме их много. И Георгий Петрович Играинский, он говорит о том, что схема мыследеятельности, она не бинарная. То есть, там не две позиции. Там много позиций. И, в принципе, когда он говорит о схеме мыследеятельности, когда он рисует схему мыследеятельности, он, конечно, не говорит об управлении и рефлексии. Просто вот я сейчас восстанавливаю, как бы, такой контекст, который мне самому интересен. А на схеме мыследеятельности это выглядит вот как две позиции. Но что происходит в реальной жизни? В реальной жизни происходит следующее. Что если кто-то, будем считать, что вот это, ну, как вам нравится, задумал некий проект, как мы помним, средства на его реализацию. И знания у него есть и способности. И он из исходного материала делает конечный продукт. И он сначала такой проект создает в своем мышлении. То есть, как он будет делать. И я говорю, что он является архитектором этого проекта. И я заглядываю в этимологию этого слова, архитектор, и нахожу, что это арх. Это главный архитектор сотостроительства. То есть, и вот, когда я так пишу, арх, я подразумеваю, что в любом деле есть арх. Патриарх, монарх. И вы сами можете разобрать, что патриарх – это отец, начальник. Монарх – это единственный начальник. Архитектор. А? Начальник строительства. Арх, начальник, теоретический строительства. То есть, это тот, у кого была первоначальная идея где-то. Ну и в русском языке слово начальник – это по сути дела тот, кто начал. Ну начальник, начинавший. Ну как бы, как уж это трансформировалось у нас в языке, что он становится… И начальник. Очень просто, в греческом архит – начало, в начале было слово. Да, да. Конечно, да. И это же и начальствующий, то есть вправещее. Дальнейшем. Ну, там еще, ну… Ну, смотрите, то есть, коннотации тоже интересные и налоги. Ты начальник, конечно, дорогами, ты их и строишь за свои деньги. Он тоже, знаешь, архонт. Архонт там уже этим занимался. Значит, ну смотрите, вот если мы разбираем такую конкретную ситуацию, вот такого конкретного архитектора, то одной идеи для реализации проекта недостаточно. То есть, по сути дела, когда речь идет, когда создается проект, ну, как минимум, нам нужны деньги, и вот есть некий инвестор, я бы так сказал, который должен управлять проектом. Но он управляет каким образом? Он денег, если не даст, то никакого проекта не будет. И никакая идея не реализуется. Поэтому он тоже охватывает эту деятельность. Вот если я, как бы, могу передать, что происходит. А дальше есть еще вот такое, что есть потребитель, например. И он впрямую даже ни деньги не дает. Ни идею у него такой не было. И он впрямую вообще в этом проекте не участвует. То он тоже решает вообще, состоится этот проект или нет. И есть, например, конкуренты. Я их называю best practice. Лучшие практики. Потому что я могу их называть конкурентами, и тогда мы сразу будем думать, как от них избавиться. И убить их. И всегда конкурентов убивают. Но оказывается, когда они занимаются той же самой деятельностью, именно они задают нам задачу на развитие. Потому что мы постоянно должны кого-то догонять, кто пробует новое. И постоянно искать, а что является в этой деятельности лучшей практикой. Ну и, собственно, в какой-то момент производители пейджеров увидели, что, в общем, они никому не нужны. Что в деятельности, которая обеспечивает коммуникации между людьми, те, кто производит мобильные телефоны, они оказались, в общем, круче. И деятельность по производству пейджеров, распространению пейджеров в один день как-то закрылась, и мы сейчас даже не вспоминаем о том, что они были буквально на нашем веку. Значит, я считаю, что есть еще одна позиция, такой административный директор, который вот эту деятельность тоже обеспечивает. То есть, это не тот, у которого была идея, а это такой прораб, которому приходится пахать. Мотивировать. Ну, можно мотивировать, но смысл такой, что он занимается здесь межпухой всей земли. Ну, я считаю, что есть еще один, который вот председатель советов директоров условный такой, который позволяет этим позициям всем находиться за одним столом и договариваться друг к другу. Клининг и конкурент, конечно же, включил ДЭКС? Конечно. Потому что для любой деятельности нужен другой. И если ты не встаешь на место другого, например, в игре, и себя не представляешь как другим, который занимается той же деятельностью, то он начинает этой деятельностью тогда заниматься сам. Ну, и на практике я это делаю в компаниях следующим образом. То есть, если есть какая-то компания, мы делаем, условно говоря, несколько круглых столов, и для того, чтобы отработать вот эту позицию, Миша, я и говорю, а подумайте, вот как Google. То есть вы теперь не такая компания, а вы теперь Google, вот этот стол, а вы теперь Samsung, а вы теперь Microsoft. и сделаете программу по своей деятельности, ну, у вас же такая же деятельность там, как у Google, мы просто они же ваши конкуренты, но теперь разработаете программу не свою, а для Microsoft. Потому что у них там другие ресурсы, вы про них другое думаете, у них там другие зарплаты и так далее. И в игре вы можете придумать, а как бы Microsoft делал то же самое, что и вы. Я хотел передать вот этой схеме, эта техническая схема, она рисуется вот таким образом. То есть есть некая деятельность, и вот ее охватывают разные позиции. Называется это вот ОТС, оркотехническая схема. Но я ее рисую на схеме в масле деятельности, имею в виду, что вот в нижнем слое находится деятельность. Мне это важно. А теперь что у нас говорит схема масле деятельности непосредственно? Все эти позиции должны, ну как-то должны в нашей схеме и на самом деле общаются в этом мире. Ну может быть не встречаясь в одном помещении, ну там или сильно разбросаны во времени и в пространстве эта коммуникация. Но на схеме как бы время и пространство сжато, и они как бы здесь вместе. И в игре ты стараешься воспроизвести вот это вот. Первое, что я стараюсь делать в игре, это вот воспроизвести эту ситуацию, особенно в бизнесе, то есть определить, в каких позиции не хватает конкретно в этой компании. То есть они какие-то отрабатывают? Ну например, они хорошо продумали проект, хорошо продумали там с точки зрения потребителя продукт, хорошо продумали лучшие практики. И не совершенно наполевать, что по этому поводу у них есть. Потому что у них бюджет внезапно получился такой огромный и такой долгий вообще срок этого бюджета, ну возврата этого бюджета, что они ну просто никогда даже не ставят себя на место инвесторов. Но они уже потратили несколько месяцев, а может быть и лет, на то, чтобы вот продумать весь проект с точки зрения потребителя, как он должен выглядеть, какое оборудование им нужно и все остальное. А потом вдруг наступает понимание, что если на это смотреть как с точки зрения инвестора, на это денег никто не даст. Мы же даем, что не парит. Но они иногда, ну как они, они за свои недели, иногда они могут думать даться свои деньги. Но и ты фактически с каждого садишь на определенную позицию. Ну, я так, у меня нет никаких шляп, чтобы надеть на них и сказать, так ты теперь инвестор. То есть я их сначала сажаю по столам, друг другу договариваться о том, а какая позиция была бы у инвестора, там придумываю, как им встать в позицию лучших практик, то есть говорю, а вы теперь Google, Samsung и там импул, например. С точки зрения потребителя, они там должны делать там за этим столом портрет потребителя, там какой продукт ему нужен и так далее. Ну, это хорошо в дизайном мышлении все разработано. Директор, конечно, должен работать диаграммами меганта и с планами. Значит, архитектор должен иметь, как бы, весь проект тоже целиком, представление о том, как должно быть. Этим очень важен форсайя тоже, который без практики. И вот их гоняем, по сути дела, по этим позициям тех, кто собрался. А потом, если каждый стол проработал свою позицию, то их можно сыграть вместе. У них остается некий фокус, точка зрения, с которой они смотрели на эту деятельность, и они, приходя за общий стол, этот фокус сохраняют. Иногда не сохраняешь. Ну, там, как раз вот детерминизм этот, о котором мы говорили, там, да, он здесь проявляется следующим образом. То есть, вот, в деятельности человек выступает винтиком, по сути дела, внутри некой машины. И он, если специально не выйдет вот сюда, и не посмотрит на эту машину и на себя со стороны, то он просто будет продолжать быть винтиком в этой машине. А со стороны только в какой-то из этих позиции? А со стороны, конечно. То есть, или как потребитель. Я выйду из этого, с мышлением потребителя, то, что я делаю, с этого взгляд со стороны. Я тоже выявляюся планы. А Тейлор, с точки зрения вот там директора, да? проработка. Да. Как как сделать ее эффективнее? Я не говорю, что это, ну там, универсальный набор болезни, испонят, его нет у Георгия Петрович. Этот набор позиций я скорее взял как методолог, то есть, в том смысле, что меня не ограничивал никакая теория управленческая, и я мог посмотреть, какие есть позиции, сейчас в рабочих группах Oracle, когда они разрабатывают программный продукт. Примерно, вот такой набор. А какие группы, вернее, какой набор позиций есть в рабочих группах Microsoft, когда они работают по своим технологиям Microsoft Solution Framework. Примерно, вот такой набор позиций. Ну, я там, каким-то образом смотрел, там, а здесь как можно, а здесь как можно. У меня выработался вот такой набор. Может, больше этих позиций, может быть, Может быть, то, что я называю без практиз в классическом системном следедеятельностном подходе, называется исследователь. Я не знаю. То есть, тот, кто исследует будущее, хорошо, потом, значит, воплощает свое исследование. Может быть, вот этот, который представляет совет директоров, классическом подходе, экологическом, является метаболом, потому, что он всех собрал и сам позицию не занимает. То есть, его дело обеспечит здесь коммуникацию. Ну, где-то эта позиция называется фасилитатор. То есть, тот, кто обеспечивает, фасилитирует коммуникацию, делают ее возможной. Но самое главное, интересное в схеме усвидеятельности, это разрыв коммуникации. То есть, в классическом системно-воследеятельностном подходе говорится о том, что коммуникация между всеми этими позициями просто невозможна. Что, когда идет трансляция, и это вот, как бы, в продолжении ответа на наш диалог. То есть, трансляция же обеспечивает воспроизводство деятельности и трансляцию культуры. Трансляция не проходит. В коммуникации этих позиций есть разрыв. В современной теории коммуникаций разрывов нет. Говорится о том, что 80% того, что мы хотим передать, не передается. Что передается только 20%. Почему? Потому что система наследительности и подход говорит об этом, что есть еще один слой, слой мышления. и в слое мышления у тех, кто коммуницирует между собой, а будем считать, что из деятельности еще кто-то вышел, мышление устроено следующим образом. Оно представляет из себя две ортогональные доски, как бы два планшета, одна из которых объектно-онкологическая, отрубляю урок деятельностный. на объектно-онкологической доске. У тех, кто коммуницирует друг с другом, ну, можно сказать, у позиций, но в принципе я буду прав, если я скажу и просто у людей. есть разные объекты, которые захватили из действительности. Что это значит? Это значит, ну, что объект. То есть, вот, там, ребята рассматривали вот эту вот плитку, да? Для меня это плитка, но наверняка у меня есть артикул, специальное название, которое я не знаю. И там, ну, кто-то скажет, что, может быть, это керамогранит. Да? И, я так потрогаю, пощупаю и посмотрю, и оказывается, ну, у меня появится представление о том, что такое керамогранит. До этого у меня не было этого представления. Или кто-то зайдет, посмотрит на этот потолок и скажет, не только материал, из которого это сделано, но и сколько он стоит. То есть, у человека есть представление совершенно четкое о материале, об объекте, который здесь есть. Ну, грубо говоря, ну, там, не знаю, маркер, мы все понимаем одинаково, а какие-то специальные термины у нас у всех достаточно разные. Там, я очень давно прочитал с мополитами, что женщины, там, 80% женщин не знают слова «татами». Ну, может, кто-то из мужчин тоже не знает. Слово «татами». «Татами»? «Татами». По сути дела, мы представляем себе, скорее всего, что люди вокруг нас оперируют теми же понятиями, что ли мы, ну, даже я говорю, «наркологическая доска», я уверен, что, ну, вы это знаете, что вы, что вы, скорее всего, это, в общем-то «татами». То есть, за одними и теми же понятиями у нас ставят совершенно разные ощущения. И хорошо, если это касается маркеров, там, допустим, диктофонов, или досок, или стульев, потому что мы их планили, керамогранитом, мы это можем пощупать. А если это понятие, такое как «время», или там понятие «наша организация», или понятие «время» точно у всех свое. Конечно. Судя по тому, как, когда приходят на встречу. Понятие «организация», понятие «любовь», которые нельзя потрогать руками и сравнить, как мы их видим внутри нас. Там, ну, мы разговаривали с одним моим приятелем, который занимается MLP, там есть такой прикол, они на своих занятиях говорят, «представьте себе в этой комнате кошку». Ну, вот, приятно. То есть я вас прошу, представить в комнате кошку. Левом, у тебя какого цвета кошка? Чем? Где? Здесь. Вот здесь. У тебя какого? Я, на ней же. Где? У вас какого цвета? В черном, да. Значит, точно есть здесь. решение. Это же, нет, это же. А? У меня на кого-то. А у тебя какого цвета? Какого цвета? Вы же на коллегах, да? Хорошо. То есть у вас, у меня, да? Это же две кошки. А что ты решишь? Одному углу, другому, 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 другому. Хорошо. Все сошлось. ну, то есть, о тех представлениях, которые, собственно, нельзя потрогать руками, мы представляем разные. Ну, как бы, те образы, которые нельзя потрогать руками, мы представляем все по-разному. То есть у этого квадратики какие-то и, там, не знаю, снежинки, значит, у этого вот треугольнички, звездочки и круглоки. Что, можно сюда? Да. Так, что, тогда схема трансляции культуры и воспроизводства не работает. Ну, сейчас объясню, как она работает. Но правильно, абсолютно. То есть, есть разрыв трансляции, как он может быть? Никак. То есть, каждый внутри себя видит свое, каждый детерминирован собственной истории. У каждого своей кошки и, как говорят, тараканы. Да? Причем, и просто у каждого свои, в каждой ситуации своей. Конечно, я вышел из машины, стал пешеходом, я начинаю по-другому думать. За рулем, я думаю, одним образом, когда я вхожу из машины, я начинаю думать другим образом. Вот, слава те же. Сменил доску, сменил позицию, да? По-соте делу. Начали за рулем, а то подкаемся. Значит, что с рурп-детельностной доской? То есть, а вот на рурп-детельностной доске разные у нас, как я думаю, ну, вот мне сейчас, для простоты объяснений, как бы, разные процессы, разные сценарии деятельности, которые мыть посуду после еды, для другого не мыть посуду после еды, но, собственно, и тот, и другой сценарий, он присутствует в нашей жизни. Для одного нормальный сценарий позвонить, предупредить о том, что опаздывает, для другого, ну, такого сценария, ну, нету, короче, никак в жизни. Значит, для одного, сценарий пройти, ну, вот, как Катер Георгиевич рассказывал, поехать куда-то за границу, пройти таможню, является таким же обычным в жизни, как зайти в кафе, там, покушать, попросить счет рассчитаться, уйти, для другого, значит, он кафе и зайти, тоже стресс. Да, для другого и в кафе зайти. Стресс, а уж не говоря, поездки за границу, это к тому, что, ну, там, почти 80-ти жизни, 85% наших сограждан никогда не выезжали с границей, у них просто нету этих сценариев в обычной деятельности. На 17% только у нас имеется загранпостанта. Все, что, только Москва выезжает? Да, да. Да, да. Откуда самолеты? Не ликтаризм? На принципах это работает, что такого? Все правильно. Значит, собственно, вот здесь объясняется, да, почему есть этот разрыв. И вместе с тем на схеме мыслей деятельности показаны, как этот разрыв возможно преодолеть. То есть, по сути дела, вот эти стрелки, они показывают, что если мы выходим из деятельности, пытаемся скоммуницироваться, нам это прежде всего необходимо для того, чтобы осуществить управление деятельностью. Где-то я говорю про ну вот как аксиоммунику. То есть, коммуникация человечеству была необходима для того, чтобы эффективнее разделять труд между собой, эффективнее быть в деятельности, а для того, чтобы разделять труд, необходим был другой, с кем нужно было договориться. А об этом проекте неком. И, собственно, необходимы были попытки, как мы говорили, найти общий язык, то есть общие картины мира сформировать. и если эти картины мира находились в нашем мышлении, появлялся общий язык, тогда коммуниканты возвращались в деятельность и продолжали ее с какой-то степенью эффективности. Если деятельность вставала, то необходимо было выйти в слой выше, отрефлексировать, в чем проблема, найти общий язык или там осуществить попытку поиска общего языка и снова вернуться в деятельность и так до тех пор, пока она не станет эффективным. Ты третий слой говоришь о осуществлении попытки на недождение общего языка. Третий слой получается коммуникативный. Ну вот на самом деле как бы коммуникация осуществляется здесь, а в нетом третьем слое появляются те слова, которые относятся к понятиям из этого слова. Появляются картины. Образы. Ну образы, да. В рождении нового монаши. Ну иногда необходимо создать новые слова. Я понимаю, Женя, вопрос тоже. Вот во-первых, у тебя сразу двое вышли в этот слой. Обязательно. Взбой мышления. А как я всегда видел, это в общем не обязательно требуется. Ну, и с кем относиться. Второй момент, что ну правда, вот опять же, как я помню, что я выхожу из Курмакова, я не могу договориться, останавливаюсь коммуникацией, за должен выйти в еще больше слое, там найти то, с чем с тобой разговаривать, потом вернуться и начать уже с ними правильно я тебя понял, если вот так, да, то есть, ну, а у тебя получается, что там происходит, коммуникация. но есть нечто такое, что создает у нас общий язык. То есть, раньше ты, ну я не знаю там, поддействуешь, понимал одно, но наше общий, совместное, я понимаю другое, и вот мы с тобой так разговариваем, что над нами появляется другая картина. То есть, она и у тебя изменяется, и у меня изменяется, но она у нас получается общая. методологическом языке, а здесь закончишь такое быстрее. определение одинаковости объектов и понимания объектов, это вопрос верхнего слова. И у тебя люди с разными антологическими картинами, их коммуникация по поводу деятельности, возможно всегда, но если они определятся, как ты говоришь, в понятиях, но это в коммуникации рождается, а они из своих антологических картинок выкидывают в слой коммуникации понятия, начинают определяться с ними и работать дальше. Точно так же с объектами, с их представлениями, предметами, проекциями этих объектов. У меня мистическое ощущение от того, что происходит, никуда не пропало. все равно это объяснить в современном языке нельзя, инглисты тоже не объясняют как-то явление. И языки в какой мысль берется, никто не знает. Это так вот здесь чисто. Здесь он не о мысли, а о разрыве коммуникационных связей. Дальше, ну, смотрите, коллеги, то есть я отнесусь к вопросу Михаила, что нам позволяет найти общий язык. Вот общий язык нам позволяет находить только совместная деятельность. Не попытки договора о понятии, не о том, что я делал в виду и правильно ли я тебя понял. Правильно ли я тебя понял, это я пойму, вернее, правильно ли ты меня понял, я сам пойму, когда мы с тобой пойдем в деятельность. Я весь третий когда весь целый деятельность это система верификации. Это абсолютно точно это важно удерживать, конечно. Намечен двух позиций наверху. У меня чутко а почему они нас а скажи, почему тебя смущает две позиции? Кто вышел второй из деятельности? А если не вышел, то у тебя вопрос о ней нет, Михаил что говорили? У нас здесь коммуникация. Вопрос о том, случается обязательно двоим это может случиться не важно. у тебя вопрос сейчас войдет? Насколько это принципиально башни, понимаете? что вот я скажу, как я тебя слышу. Михаил говорит, он говорит, я понимаю, что мышление это индивидуальное, что если я вот здесь находился, я сам вышел, ну и в принципе я здесь не разговариваю, у меня здесь ничего там нет, не интересует, здесь не нарисован, коммуникации. Я как бы здесь нарисовал, что они с разными представлениями вышли. Ну а на самом деле, после того, как они так вот несколько интеракций сделали, у них появились какие-то общие объекты. Общие объекты, общие сценарии, которые они начинают реализовывать. Правильно слышишь? Наверное, что в позиции не обязательно устроим. Может быть больше, может быть больше, может и одна будет. Ну все, да, ну только одна, зачем. А кто-то один мыслит, а все остальные. Ну так уж что же бывает, который вышел в свое мышление, другой не вышел. давайте все будем говорить в принципе, что только там где двое там где 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 они должны быть. В принципе, вот минимум здесь, он появляется в коммуникации сам с собой. Я понимаю, Михаила, твоя валентаревская действия такое из деятельности в слой коммуникации и дальше в данном позиции ты продлев в слой мышления, он задает туда вопрос, а почему человек здоровья туда попадает? не только из-за не совсем так. Из-за чего он подать? В принципе, веще двух там. В свое мышление да. А там всегда и лирически там. И всегда множество, не два. Ты можешь определить одного. Нет, Саня, Володя, я же по отношению к той деятельности, с которой мы знаем, сколько их там в принципе, меня не волнует. мы же положили определенную деятельность в основании. Мы о ней коммуницируем и о ней мысляем. В этом смысле я и задаю вопрос. То, что там кто-то еще мыслит о другой деятельности, это ради Бога. Но он для меня здесь как отсутствует в моей картине мира, потому что в данном случае она относительно вот данной конкретной деятельности мы там наски производим и продаем. По фрагменте твоей картине мира отсутствует. ну хорошо и выжил и как бы я задаю следующий вопрос. Для понимания мышления традиции когда мы обсуждаем осуществление нами совместной деятельности насколько принципиально важно, что в слой мышления вышел более чем один актор, более чем одна позиция. Вот что это из-под надо подразумевать что все туда то есть это неизбежно для всех процессов если они не остаются идиоты туда куда? в третий слой? в третий слой. Если они не остаются винтиками здесь ну то есть ну например ты можешь понимать что люди которыми осуществляешь деятельность не мыслят вообще ну у них там например ты им специально надел какие-то шоры на глазах и все что они умеют делать в этих носках ну там допустим крутить вот эту штуку нашли машину короче ты поставил и не дать члену зерпироваться ну да ну прям ну овцы то есть я же пробил с закрытыми глазами только слепые с шахтой закрытыми глазами да если ты допускаешь что это мыслящие люди то ты всегда должен понимать что они каким-то образом выходят в этот слой видят ту часть деятельности которая им доступна я слышу да я понимаю и соответственно у них есть некие свои объекты и свои форм деятельностные процессы которые у них сформированы мышления я правильно тебя слышу что если человек способен выйти в своей коммуникации то мышление неизбежно лучше так сказать свой рефлексии то мышление неизбежно еще раз еще раз миссия выделаны если человек способен выйти в свой рефлексии да то он осуществил мышление да и есть возможность уже перейти в следующее но по сути дела после того как ты осуществил рефлексии неизбежно неизбежно после того как ты осуществил рефлексию ты уже не можешь с этой рефлексией жить тебе надо написать либо музыку либо станцевать либо нарисовать либо рассказать кому-то как ты ее осуществил ну иначе ты ее не закончил после этого конечно ты хочешь свой коммуникации я сейчас вспомнил любительский сюжет грехоподелия силе плод и увидели в этом повествовании но тоже показан этот процесс то есть ну вот я считаю наказание мышление проклятие мышление проклятие разрывов коммуникации оно лежит на человеке но тут ничего не но следует потому что муравьем очень хорошо они могут делать большие сложные объекты по сути дела не имея никакого мозга и рефлексии о том что они делают ну не хочется у них такое сравнение не понять они не сморачивались нет я думаю я не знаю слово проклятие мышление давайте удержим оснащил доклад я понимаю что когда ты хочешь помышление таким образом ты в слово мышление упаковываешь много разных процессов которые могут быть причем есть помышление там философское есть какие-то интеллективные вещи сейчас есть вообще вопрос просто ну как бы изгнание израиля это же ну не величайшая молодец не бонус это величайшая ну хорошо ну как бы может быть так как но насколько я понимаю традиционно это все-таки наказание там все-все что вокруг этого есть это связано с возвращением назад значит ли он отвечает на твой вопрос о том что сюда очень много чего упаков ну то есть в своем мышлении ты упаковываешь очень много разного мне кажется как разводить там все но смотри вот человечество как раз занималась тем что на протяжении там своей рефлексии деятельности там история человечества она как раз ну не то что упаковывала она видела разные куски вот этой цельной схемы то есть там допустим деятельность видела отдельно коммуникацию по поводу деятельности видела отдельно рефлексии видела отдельно более того ну там сами эти ну как бы представления как рефлексии да там медитация остановка в деятельности и посмотреть на себя со стороны буддизма это было целое ну по сути дела явление в истории вообще просто осознание этого куска мышления что так возможно остановиться и посмотреть на все со стороны или например как без практик исследования того что чего нет посмотреть на конкурента которые ушли вперед то есть по сути дела для этого должны были появиться представления о лучшей жизни что кто-то живет лучше и к этому надо идти и к этому стремиться лучше как бы ну так скажем объективно что то есть то как я это понимаю или наоборот субъективно лучше то есть чтобы побежать догонять и это очень такой сильный прорыв вообще в таких в общественных представлениях что где-то может быть лучше то есть появляется представление о неком прогрессе они появляются только там в 18 веке да ты говоришь что ну да что-то они там как сказать кусками видели кусками что-то видели да да и вот эта схема это в любом случае большой шаг вперед ура победа да а то что на самом деле она обладает достаточно большой степенью ну как бы сказать кривизны потому что мы ее упаковали туда много чего разного да то есть мы на это скажем ну вот пока не умеем ну вот вот такое сейчас смотри и вот эта схема она называется схема свидетельствия значит и тут я хочу сказать что такое схема схема упрощения то есть был переводится на смену каким-то вот как ты говоришь большому количеству представлений на смену большому количеству представлений мы вводим ну такой с одной стороны конечно сложный но тем не менее знак схем простой знак в которой упаковано много всего ну как значок синус упакован уже много или там значок плюс тоже упакована представление о сложении звуками а это вот такой знак или там я бы сказал секвенция то есть ну вот сотрясание воздуха звуками секвенция звуков которые вы складывают там буквы мыследеятельность вот мы говорим что мыследеятельность она вот такая и она упаковывает наше представление о деятельности о рефлексии об управлении о том что есть разрыв коммуникации то есть о коммуникации и наше представление о том как устроено мышление и это одно слово одна схема ну и там одна секвенция звуков и герки петрович и дровинский как раз говорит о том что развитие заключается в том когда на смену неким сложным там представлением приходит одно простое или там новый знак то есть замещение знаков чего-то сложного и есть развитие и поэтому как раз появление такой схемы есть развитие в истории мышления на мой взгляд в том числе это слушай а еще преодоление разрыва ты говоришь происходит за счет того что ты постоянно выходишь из коммуникации в день из коммуникации в день до или из вырушили я знаешь все равно при всем как бы моей погруженности в тему я не очень понимаю и володя это отметил что у меня мистическое мышление оно для меня действительно мистическое то есть я бы сказал конечно из коммуникации в деятельности в игре каким образом реализуются во первых в игре я прошу тех кто играет сесть и зарисовать деятельность то есть по сути дела остановка деятельности произошла выход в рефлексию заключается в том что люди сели и пытаются нарисовать о чем они занимаются значит синхронизация представлений происходит тогда когда они показывают друг другу свои рисунки в этот момент они вдруг начинают понимать что у них у всех рисунки разные то есть по сути дела у них разные эти онтологические картины взгляды на онтологические это картины мира то есть взгляды на ту деятельность которую они осуществляют и когда они сравнивают эти картинки и разговаривают о них в этот момент происходит ну пока не объясним и мне мистический процесс синхронизации их представлений и предъявления общего языка посмотри и я этим процессом не управляю они этим процессом не управляют и как бы получается что сама коммуникация управляет этим процессом синхронизация представлений коммуникации да возвращение потом деятельность да но у меня вопрос где здесь мышление вот это все и есть мышление то есть и это не внутри черепной коробки человека происходит нет но схема большой шаг вперед не слушаешь это я все же мышление вопрос тоже ну да да то есть ну как бы для меня это это деятельность с коммуникацией все ну то есть это без толчу не а потому что ну как как я слышу и в традиции традиционном компе представляешь когда говорится мышление случается там выход в иное ну а ты говоришь о сетх на соотнесении синхронизации точно я даже сейчас я даже соглашусь то есть если выглядит как деятельность коммуникации вот так все и есть то есть но смотри деятельность плюс коммуникация мы говорим равно мышление то есть эти или мысли деятельность ему говорим два понятия то есть ты назвал мышление плюс коммуникации деятельность плюс коммуникация и мысли 第 день сердiro которую собираются это редуцay что схема описывает следующее что первое мышление невозможно ни о чем он должен о деятельности что мы шли невозможным одиночку возникает рекомендации на карты говори что деятельность коммуникации тоже есть мышление тут у меня какой-то разрыв происходит который я пляж к тогда для тетки на базаре обсуждающие в этом же это же огромный процесс то есть все ты пройдет вообще процесс наследительности мы строим это коммуникации теток на базаре часть какого-то исторического процесса ну прости кто-то отслеживает исторический процесс возможно но честно как я все-таки немыслище большинство это что же из методологического аппарата поэтому здесь хочется как-то вот с этим разобраться ну так то есть давай это оставил вообще не будем сейчас об этом разговаривать должны же остаться какие-то вопросы за мой листик сам и доллой тебя тогда я вижу тут же у меня почему сложно достать потому что хочется понять но вот в базовой схеме я могу сказать совершенно точно вот это вот две это две тетки на базаре максимус не помогает я что это базовая схема для традиции в этом смысле хочется ее действительно ну как взять это первое почему я не удовлетворен тем что давай оставим второе почему не удовлетворен заключается в том что поскольку ну как ты же хочешь чтобы на тякин богословские вопросы задали а сложно их задать если ты не понял понимание не случилось в этом смысле хочется как-то доковыряться в принципе я готов к чему что ты сейчас перевернуешь скажешь вернемся если надо будет я закончу как все мысль может так понять так тоже можно да но вот такой оговорок шума будет вернуться ну давай вернемся но я абсолютно вот антологически честь считаю что при тетке на базаре это то что описано этой схеме но я расскажу на каком базаре то есть это на том базаре я приезжал тур со своими товарами куда приезжал не знаю там славянин со своими товарами значит туда куда приезжал грек со своими мыслями и разговорами и в этот момент разнообразие представление о мире встречалась и как бы ковалась там европейской классическое мышление ну потому что для того чтобы это базару всех тоже раздых у меня одесский например потому что для того чтобы совершился прорыв какой-то в развитии должно было быть быть представлено некое разнообразие разных позиций точек зрения культур чтобы они смешивались чтобы там происходил замес этих культур иначе мыслящие одинаково также имеющие одни и те же гены потом просто рождают потомство с малокровием вот такими головами не очень бьется но я честно отвечаю наверно я чаю туда честная вещать историческом материала хорошо да можно такой чистка брасловский вот это верхней схеме два объекта мы говорили где двое или трое собраны на вот это может ли быть это личное личное соглашение бог и человек ну вот я я расскажу про личную там свое ощущение когда нам на игру антология бог приезжал любовеческий раввин а из неё он говорил что это не люди воюют на земле он говорил что это ангелы ведут свои войны разбираются друг друг да есть не я понял то есть ангелы играет шахмат примеру к примеру будем учиться вот нижний слой церковная наша жизнь и они осуществляют какое-то служение и другие служение реп-центров с чертого не совершать но это чтобы смотреть на это нужно выйти другую сферу слушать и вдруг вот в этой сфере происходит разрыв коммуникации вдруг начинаешь понимать не то что понимать а ты не понимаешь этот разрыв переходишь в следующий но на среду одержся для понимая но это процесс и ты вдруг встречайся верхнем уже не с людьми а именно с богом я для личности я я очень хотел чем возиться и очень хотел бы чтобы жене по этому поводу сказал потому что он наблюдал этот процесс когда люди с разными представлениями о том как устроена деятельность вообще без представлений как устроена деятельность начинают понимать друг другу расскажи скажи про какой случай право но когда мы организуем вот эту коммуникацию специальным образом когда люди встречаются за столами ну нет я не понимаю цель-то я могу много рассказывать вопрос был такой присутствует ли бог когда люди садятся за столами если бог в третьем слое если он объектно-онтологично представлены в третьем слое да у кого-то на вот он говорит да да это мне я коммуникация возникает вот смотрите я не знаю может я не до конца вырезал мысль идешь в процессе познания и бог тебя ведет не сам но каким-то образом ты ощущаешь по оказывайся на верхней стороне где нас зачастую люди которые вот так вот анализировали свою деятельность из христианской среды говорили что мы ощущали присутствие бога с нами она ощущается даже не собирались и до нас и когда обсуждали эти вопросы то пропоняли в этом смысле для меня но с одной стороны был присутствует ну везде да и там и там и там другой структуре это не обусловлено тем что они начали но правильно сказала что если собраны во имя моего не могут даже не обсуждать просто постоять молча пережить присутствие может в этом смысле я до конца не понимаю можно ничего саша спрашивает вот чтобы окончательно не разорваться не запутаться значит я считаю что мышление существует только в соборном виде можно так сказать можно только тогда бог присутствует в нашем том не точно в соборе в собрании когда люди вместе вот то что нарисовал все это это схема наследиенности на соборе это это самая каком-то момент поиска и познание и обнаружение себя мыслящим элементов ты вынужден будешь ощутить разрыв в коммуникации и период и автоматически ты переходишь в ту сферу где ты и бог остаешься вот в чем я говорю не другой человек может быть другой человек она окажется но у него тоже будет личностное отношение я и он и вот эта стрелка опять назад деятельность она неизбежна потому что миссия бога она всегда направить тебя идите опять туда же но только уже выполнять не свою наработку что ты сделал вот это во втором слое а именно выражать мысль бога привносить новое иное что деятельность которая откровение может я на это так скажу что где гарантия что тебя бог направил есть гарантия плоды плоды мотивирует . вот чем делается что на самом деле нужно на полега в присутствии к третьему слою и в этом смысле как мышление только один способ встретиться с ним коммуникация коммуникации еще один деятельность третий 1 на 1 ну не думаешь что ты сбоку то нет никаких гарантий что ты не уйдешь или направлять какая-то другая темная сила тут особенно протестантской среде нет я согласен я согласен я служу сашки в принципе по большому счету ведь всегда по тем более для нас ценность самостоятельность но субъектность это только были личностность личное отношение сбора и вот это но это всегда у нас пасу но я еще раз про нашу культивируется подчеркивается и так далее то есть если этого нет то много человеку нечем прийти к этому самому именно личная встреча это моя ответственность двое уединение это моя встреча понимаешь не только соборно то есть я кладу ли в своей жизни это на равные весы мою соборность и мою соотнесение с другими и мой личный выход один на один без двоих сантью более того года без другого не очень саньте как причем тут схемы следительности в этом ключе потому что мне кажется мне все нужно описывать одной и той же схеме это же штука относитесь к определенной деятельности ну например когда мы с тобой собрались чаем выпить да сам процесс заваривания чаем можно конечно оценить как деятельность вообще говоря дружеское общение не обязательно нужно как деятельность описывать на мой взгляд соответственно встречу с богом в молитве тоже не обязательно описывать как деятельности вот это вот возможно которые слоги осуществляют смотри я ведь мы говорим еще и о моем понимании исполнении воли божьих деятельности потом все посмотри я вот честно говоря я я думал об этом я считаю что за статизме очень здорово освоишь вот этот кусок коммуникации вот этот кусок потому что разговор с богом от коммуникации помнишь когда петр герой говорит и в последнее время человеку богу ну сказать ничего чего еще раз человек бог ничего не может сказать последнее время ну не потому что значит в обращении ты там в общем это прославить этим отличается не протестантизм осваивая конечно этот кусок попытка вообще разговор обратиться хотя бы хоть кому-то если тебе некому обратиться там в семье и в работе тут обратить бог ты же проговариваешь что-то хочешь психологизм это это психологизм от начала первой рефлексии так запуск рефлексии но ты же рефлексируешь не не руками и не ушами да то есть ты проговариваешь что-то важное что ты хочешь сказать или прорисовываешь или играешь по музыкальному но главное задача а внешне собственное ощущение а дальше когда ты идешь их реализовывать конечно нельзя их идти реализовывать не представляя себе что есть на самом деле вот здесь множество других почему-то скал очень интересно получается в тридцать хвостей очень интересно получается что я не заберет участвует разрыв допустим между не знаю пасторами да то есть момент молитва не выходят как раз третье слово и там получает как бы фундамент совершенно для того чтобы хотя бы исключить ненависть друг другу найти ну как бы точки доверия в этом понимает утверждающие молитвы это получается утверждание общая идеологическая база если такие ценности утверждаются тогда они принимаются двумя с двумя сторонами утверждения это старыми молитве общей ценностью получается вообще ценности такие мне кажется шикар но вот я все-таки пытаюсь разобраться с этим языком мне кажется что но наш попытка вчитать туда то что нам понятно в общем не продуктивно потому что мне кажется мне процентность там по другой идет разговор ну давай я скажу что нет они не ценностью убеждают они ищут свои объекты смотри вот для меня например тоже у меня вопрос все сводится к синхронизации поиски одинаковых объектов ну кайма где а где выход ну да что ну а где ушли это выход в иное ну где место но я не знаю смотри я не знаю у вас но и другое может быть вы с кем-то где-то не давай хорошо подожди там появляются новые объекты но и по сути дела человек ну там деятельностный да так скажем мирской да мне в иное для того чтобы наладить коммуникации кооперацию другими но не особо на джеках мотивирует меня дай но передать больше не отвечает что если у них нету объекта ценностей они их не может запустить совместный процесс мышления потому что он будет процесс мышления мы говорим это процесс и управление вы любите что-то там жить я люблю убивать дополим на совместном процессе мы часто совместный процесс если ценность на вопрос добро ценность уж мы не любишь убивать я лучше знаешь отойду чем чашку тебе просто попытки договориться в коммуникативном слое ты говоришь что есть у нас разное такое ценностное основное я не смогу с тобой войти вообще мы про ценности уже все такой день мы говорим об общих объектах в нашей картине мира то есть возможно в каком-то языке признали они называются ценности ну общие самые там не убей не укради значит сколько у нас еще есть времени потому что еще хотел до шага развития и принципиально у нас час а сколько осталось час еще осталось пассим можно еще запросить просто пока не сказал что какая штука да ты что вот пока не умели я не услышал того что я читал георгий петрович то вот та история про чистое мышление которое я и жене про него я про я даже спрашиваю да то есть я просто с какой стороны хочу сказать что ну вот как я слышал традицию мнк и то что ты слышал например на то есть последние семейки и предпоследние семейки потому что роль трансценденции играет как раз это самое чистое мышление да в которое которым человек как-то оказывается с одной стороны такой стороной как ты получается и момент ну даже как ты говоришь в коммуникации двух теток на базаре но как каким-то образом вылазить то самое чистое мышление получается что вот есть объект который на которым все нарисован и собственно про что вот все разборки на семейках были что как раз вот вот этот объект схема мыслей деятельности конфигурирует который называется мышление которое как сказать обладает этим трансцендентным свойствам и таким образом можно его попробовать пройдя по такой схеме я понимаю я не знаю что там может называться чистым мышлением чем это отличие отличается просто мышление там чем это отличается от наследие то есть я слышу секвенцию звуков некий знак который ну вот чистой мы шли если по чешки написать чисто не не и вот что я слушаю я не знаю что это такое то есть и что обсуждалось на семейках под этой секвенции звуков я не знаю то есть но вот для меня такого объекта не существует для меня зашив всем мыслей деятельности на самом деле трансцендентная штука не может быть рефлексированного построения я не знаю что такое трансцендентная штука я считаю что трансцендентный переход это когда у тебя был один взгляд на мир ты остановился вышел в рефлексии понял что там есть другой другая точка зрения перешел на эту позицию посмотрел с другой стороны и у тебя случился трансцендентный переход но трансцендентный это просто по определению переход то есть ты транс этот как-то транса лентарии нигде не как трансцендентное трансцендируешь линии как как этого телепорт телепортировался в другое место и посмотрел с другой стороны и для тебя настолько новый взгляд что у тебя просто вот смена вообще картины в другой стране когда ты телепортируешься ты же полностью распредмечиваешься ну конечно и заново в новой позиции собираетесь свою картину мира за 1 запредмечивая но я не знаю какие еще должны быть трансцендентный переход то есть может быть есть какие трансцендентные переходы что я тут значит видел как-то одно потом значит как-то поменялся весь и стал видеть как будто можно так сделать но я не такого не видел но возможно можно додумать что ли но мне как минимум буду нужно с ним синхронизировать у нас упрощаем усложняешь люди ждут какой вопрос ты тут представитель школы а не просто максимасовский ну как или в двух таких максимасовский нарисованы на школе ну как поэтому к тебе как представитель от школы слышат же это чистые мышления говорится о том что она бывает также редко танц лошадей что он случается он куда-то из-за ногу приходит сейчас прошу это про что а ты говоришь а это я вообще не знаю я говорю вот кроме того что я нарисовал ничего другого нет ну то есть если если вы хотите промышление то есть про который включается как танцы лошадей то с того времени когда был ммк прошло достаточно много времени там слышали не слышали лошадей научились культивировать специальным образом собирая коллектив людей и предлагаем и они там устраивают танцы лошадей то есть ну там грубо говоря семинар эту форму вообще мужчина ощущение с такой что петр когда наезжает в том числе на собравшихся он другую массу доносит при этом что ребят пошел тут собрались даже пытаетесь танцевать танцевать на самом деле это еще даже не хореография и в этом смысле как а ты говоришь две тетки на базаре уже вышли не случилось примитивное но случилось и вот тут разозревать возникает понимаешь ну так я родится ридеем ставлю одно либо увеличение числа объектов мышления то есть мы тут собрались потанцевали вдруг увидели то что раньше не и тогда да может сказать что это случилось чистое мышление то есть появился новый объект или 10 новых объектов мужа может быть новый предмет на проекте объект но и дорогая предметная проекция потому что мы же кладем один объект рассмотрели и по поводу него производим коммуникации на позиции да макси вопрос дальше объект не появится он всегда есть много конечно предметное проиграть это прав абсолютно скажи вот ты считаешь что произошло упрощение или уже язык дописан до конца что не происходит никаких новых танцев я живу ну вообще могу согласиться с тем что происходит упрощение или там не происходит не нет но танцы лошадей происходит это уже технологизация это это понятно но по на двух одних как мы отработали на передних они никогда не случаются больше не случится потому что уже не может не переживай короче вот я я спросил твое ощущение у меня есть ощущение что танцуют конечно не все но барана все меньше происходит постепенно происходит трансформации задача просвещения вообще состоял в том чтобы пара слепых ну ты помнишь там слепой если поведет все полу упадут в яма вопрос не ассоциации а вопрос развитие языка языка что про язык язык вот появится ли но и назвать знаки и появляются ли появляются ли они после георгий петрович появляются даже какая-то новая схема я их пищу схему постоянно появляются если вы посмотрите там в фейсбуке сейчас кто публикует ну такие знаки из схем но созданных не традиции ммк каких-нибудь западных традициях грубо говоря там появляется даже знаете ну там в генеалогии то есть там есть прям люди которые считают изобретателем там каких-нибудь знаков это типа мать-одиночка это мальчик это тесть а это вот тещина но ты ответил на ну постоянно рождаются новые знают что володя понял работа идет развитие по георгий петрович я уже говорил об этом это появление новых знаков упрощающих с одной стороны написание а с другой стороны замещающих сложные представления и это работа идет тут ее можно видеть ее много даже например какая-нибудь схема которую я там печатаю по истории там например не знаю там ну там человечество за две тысячи лет и туда положено 500 событий или две с половиной тысячи событий то есть это ну понятно что этот знак эта схема замещает вот так он чем большого дилетом то есть этот же тот рисует то есть она проще она на одном листе но там много всего шагу развития соответственно в моей интерпретации объем внутри схема шага развития лежат по сути дела две таких сферы которые можно было бы назвать сферы день и мы говорим о том что схеме воспроизводство деятельности и трансляции культуры помнить мы ее рисовали они мы просто по сути дела проявлялись каждый раз и никакого никакого развития не было но связи с тем что существует разрыв коммуникации существует вот вот эта штука когда человеку присутствует свобода вольны и свобода личность и по сути дела я бы сказал что с медицинской точки зрения там условным различными аффектами то есть просто разным взглядом на мир где-то близорубкостью где-то физиологическими какими-то особенностями человека с мутацией для сми и генетика всегда есть какой-то такой взгляд который рефлексирует деятельность делали пир по-другому и по сути дела это обуславливает постоянное развитие человечества ну я могу сказать что например 1 в истории я пытался найти начал рисовать схема один монах в италии его конечно тут же объявили сумасшедший то есть прям без разговора причем у него рука значит ему явилось дело моей и он отсохший рукой начал рисовать карту европы там разные схемы как устроен мир очень крутая история схемы не остались на сейчас лицами остались как как называется на мох слух ни разу не произносил так страшно а амбиции но можно найти то есть всегда найдется сумасшедший который на мир посмотрит по-другому значит что схемы шага развития схемы шага развития мы видим естественное движение истории за счет вот этих самых ну как бы эффектов которые есть внутри каждого из нас ну по сути делал то что в писании объясняется свободным духом и этот свободный дух который заложен богу значит каждого из нас он на самом деле есть во во всем живом ну как бы я там в одной из своих работ по моему который я прислал цитирую что господь создал души живые и сейчас исследование которые есть живых организмов показываешь есть чисто говорят даже в растении рефлексии а исследования таких вообще мелких организмов как клетки там простейшие микроорганизмов показывают что они себя ведут с некоторой степенью осознанности и проявлением этой свободной волны что в схеме шага развития то есть там есть вилка такая здесь прошлое здесь будущее и традиционная конечно трактовка этого всего что вот есть некое просто есть некое будущее вот есть естественный подразвитие а можно вот так вот занять управляющую позицию такую и ускорить этот процесс совершить переход из прошлого в будущее и для такого перехода необходим такой монстр а то у которого есть представление о будущем правильно и который сейчас всем его на переход состоится это проектный подход то есть такая схема конечно же есть в проектном подходе эта ситуация называется из этой ситуации называют штубе и в теории менеджмента необходимо совершить переход от ситуации и поскольку в проектном подходе нет представления о наследительности переход осуществляется в натуре более менеджера включаются принципы мотивации и наказаний ну и собственно это противоречит всем тем ценностям который заложен внутри схемы мыслей действий потому что в реале для того чтобы существовать переход от прошлого будущего необходимо работать вот в этом слое сжимая время в обычных условиях уходит на коммуникацию и соединяя людей в одном пространстве то есть уплотняя коммуникацию и тех акторов которые участвуют вот в этом процессе ну как бы вот . рассказ закончен ну все вот как бы проектном подходе ты сам создаешь будущее и говоришь вот к нему надо идти а на самом деле необходимо чтобы люди проработали которые в этом участвуют будущее свое увидели его как ну должно быть проговорили планировали этот переход и они же все так так да они же все так ну ведь вот так 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 Максим смотри когда ты рисовал схемы показывалось что мы все разные благодаря по-разному смотрим на мир и в этом и уже есть как бы медленный процесс развития все наши разности и значит чтобы ускорить этот процесс нужно объединить мир ну объединить коммуникации и вот в Библии есть такое выражение ради избранных сократятся те дни то есть благодаря вот этих коммуникаций которые сейчас появились время началось с коротечным желанием мы просто скачком бежим в какое-то будущее создавая снова технологии новые все это создавая то что в откровении написано ну смотри ты нарисовал вот он человечка который супергерой который выводит и про этого монаха рассказал который увидел будущее вот но он же как правило таких людей сразу же распинает чтобы процесс этот не ускорялся началом этот процесс развития он идет поэтому если говорить о том что взять под контроль этот процесс развития процесс развития истории можно сказать не если это посягательство на суверенитет Божий ну да почему-то определять что это здесь нет человека потому что я сексирую, что Бог творит с историей а не человек и что ну что ну друзья давайте сейчас сделаем я я понял вопрос хочу уточнить то есть вот человечек который управляет процессом он в менинджеральных теориях то есть что есть такой который говорит вот я хочу чтобы было так а и запихивает в это как было так как может то есть вот используя как раз мотивацию используя наказание подразумевая что здесь одни параны они сами не мыслят и их надо перетащить а здесь конечно нет человечек и здесь есть только тот может быть который создал условия к тому чтобы вот эти собрались в одно пространство обеспечивает эту соборность и коммуникацию для того чтобы история шла быстрее потому что в итоге мы все должны друг другу понимать применять признавать примиряться друг с другом принимать и ну по сути дела раз у нас есть общая необходимость какая-то в этом мире то ее создавать любят друг друга не убивает тогда у меня все вопрос скажи а что тебе непонятно где в этом что ну на самом деле в том что о чем ты говоришь ну и в этом смысле что бы ты хотел обсудить в том числе используя вот собравшихся или оставшихся по разному можно здесь сказать да то есть и в том числе как какой тебе богословский проход нужен ну вот вот так да потому что я пока ну слушая тебя да вот твои подачи я не чувствую богословской проблематики ну возможно я ее не чувствую поэтому собственно вопрос тебе адресую чтобы ну ну конечно мне хочется чтобы вот в этом таком представлении о том как развивалась в истории человеческой деятельности ты бы увидел богословскую проблематику чтобы ты не закрывал глаза и не говорил что типа но это вот до определенного момента в смысле это все ну можно принимать там до 19 века а до 19 века то же все было по-другому это схема наследеленности или там схема шага развития она что после 19 века работает ну или там после 17 или после 15 но для меня это очень важно что например в плотной западной Европе где люди друг к другу друг к другу плотно и коммуникации плотные они научаются слушать друг другу и обеспечивают сильный как мне кажется проход в будущее а в разрозненных городах и малонаселенных российской ну там или восточно-сибирской части России да что возьми с китайцами там плотность населения еще так ну там тоже ведь это мы думаем что это плотность населения они проход такой же как бы на основе христианских ценностей ну лучше так сказать на основе христианской философии классической там вышедшие из христиан из богословия христианского они этот проход не делают у меня тут есть два ответа тебе да ответ первый классическая христианская философия до этих равнин просто не дошла она пришла к нам собственно кружным путем через немцев и как раз в том самом 19 веке это первый ответ второй ответ в общем ну как ничего тут богословского нет ну как ну исторически же видишь исторические корни этого всего ну вижу да но они же так ты не видел да я однажды в фейсбуке написал что сложно себе представить вернее так же невозможно себе представить как человек произошел от обезьяны так же невозможно себе представить как физики произошли от богослововов ну ведь можно же проследить поколение ученых которые наследовали учили там не но это внутривидовое конечно но внутри видовое да нет нет я все равно почему я говорю что здесь я я пока не чувствую да может быть ну просто не могу почувствовать хватит пока не чувствую специфику богословской ну потому что это создатель группа коммуникация да там необходимо жить другим или возможность идти в семьи например она ну какая то такая очень естественно да человеческая понище вполне себе и в этом смысле причем здесь собственно богословской проблематики я это пока не ощущаю вот как-то вытащи нас туда я даже как я бы сам хотел бы получить но не могу пока ну тогда скажи что для тебя было бы богословской проблематики то есть может быть ну чтоб я почувствовал потому что для меня то здесь все абсолютно богословская проблематика то есть либо мы значит говорим что системы наследительности он совершенно точно основан на классической западной философии с истоками в богословии и каждая проблема которая обсуждается в этой схеме она обсуждалась богословами потому что имела в своем фундаменте вообще обсуждение даже в писании смотри ну как я понял подход да здесь же в чем сложность это возможно осуществляется да какой-то момент происходит в общем классическое выражение лапласа а дальше мы в гипотезе бога не нужны ну потому что произошло как бы разделение да того что цикла из того где мог нужен но я специально не использую термин потому что он перегружен слишком многими смыслами вот и того места где бог не нужен я пока не понимаю зачем тебе тут бог ну тебе да вот этих схемах слушай ну как как понять зачем мне тут бог то есть я я бы хотел услышать такое ну в смысле услышать такой ответ в священных текстах что то что вы сегодня обсуждаете мы это понимали и это в священных текстах записали то есть то что мы тогда называли богом вы сейчас понимаете как мышление но нам для того чтобы это было объяснить понадобились языческие представления о боге а когда как он как обоцет когда фигурки и так далее интересно как у мужики это очень позднее не создавайте образы потому что тяжело пока понять что мы имеем ввиду на самом деле но смотри так не легче уступить я так скажу что впечатление но причем как впечатление у меня того что и рассказываешь от того что я на играх слышал что мишель флямером беседовал впечатление что то как методологи говорят о мышлении христиане говорят о святом духе оно безусловно есть но тут смотри какая вещь вот я над этим много размышлял мне кажется что ну точно функции ну я сейчас так святого духа эту ипостась возьму точно не свадим исключительно к мышлению в общем то что понимаете по цвету духу я понимаю как свобода воли нет ну смотри как мы же в тринитарном догмате да бог понимает как один из трех хапостасей вот в этом смысле это личность я понимаю ну когда развалишь и частицы бога святого духа да ну и не частиц частицы бога базу хикс но не только больше но в этом смысле как вот смотри здесь что может быть больше свободы воли там много чего ранее зачем свободу рабство воли муж свободу для чего слушай ты ну не не для чего ну просто свободу воли то есть наличие дух ну то что вложим дух свобода воли действовать или не действовать а свободы рабства нет рабства определено детерминизм поэтому бог отец не поедут ну как бы ну вот грубо отец сус христа понимаешь они потому что чё там другое нет ну у тебя вчитано очень много это я пытаюсь знаешь как сейчас отславить чтобы понять о чём можно было коммуниции потому что но я еще когда мы говорим отче наш мы имеем ввиду не он отца иисуса христа не издевайся и наш я имею ввиду что здесь вносится не индивидуальное представление а вот как бы богат ну породители родов каких-то тетемизм или этимология происхождения понятия другое ну еще раз да вот сейчас свое положу класть некуда но вот смотри да есть некая корреляция в том как методологи говорят о мышлении хотя мы говорим еще раз ты избегаешь с тем как христиане говорят о святом духе раз момент который ну можно обсуждать второй момент который как я тебя слышал в начале да вот этот момент соборности и то что ты говоришь где двое или трое собранное моё там я посреди вас да и подпадешь мышление тоже имеет характер коллективного действия вот но смотри опять то как ты это представляешь тут наверное важный момент который ну фиксация нуждается ты же говоришь вот есть двое собрались они проговорили и мышление случилось а то как это положено вот в этой формуле да где двое или трое там и я посреди вас там то про что жизнь все время говорят что там иное появляется появляется тот иной присутствуя личностно и фактически вовлекаясь в эту коммуникацию в этом смысле не просто двое собрались а двое собрались своими вот это еще одна как бы вещь с которой тоже можно как-то соотносить что еще здесь можно обсуждать ну возможно вообще как бы сам вопрос да вот ну собственно Александр вышел куда-то да он поставил этот вопрос да имеем ли правду на творение истории и соответственно влияние на будущее есть ли у нас такой как мандат да бога или он является исключительно творцом истории ну вот я так три вопроса таких вот могу вытащить можно больше еще мне вот просто что мы можем увидеть такого другого что есть теологическая картинка в этом слое чистого умышления которое там место есть и в которой мы много чего туда запихали и например вот здесь можно что-то поговорить мне я говорю о том что есть просто вопрос мне интересно проговорить сейчас интересно мне интересно еще соотнести это с пророческим с пророческой практикой но и новозаветий посмотрите ветхозаветий но новозаветий как и у павла разворачивает в коринфян в других посланиях и формирования в будущем то есть мне интересно увидеть эти процессы ну то есть посмотреть вот через эту матрицу школы на ну так скажем пророческие школы пророческие практики ну ветхой новозаветий а что интересно посмотреть ну я много чего услышал но это все очень интересно самое интересное мне кажется вопрос то есть в этом на право на творение истории ну как бы если ко мне вопрос я скажу нет конечно мы право творить историю не на что мы имеем право а право осуществлять что нет я почему нет да сейчас я отвечаю на тебе а ты сказал вопрос а как вопрос а мне это рефлексиво рассуждение такое мне вот эта картина очень такое поясняет творение историй как вот и на ней на земле как на небе то есть проецирование царства божием на земле и развитие царства божием на земле вот эта картина мне очень сильно помогает и пятигранное служение церковь вторая прослойка которая говорит и первая прослойка сама церковь ее богослужение литургия и ее все служения и третья это прорыв пророческий прорыв о чем Евгений говорит в третий слой и там же неизбежен о чем мне очень понравилось неизбежен вот это вот эти юродивые которые появляются которые вообще берут эту ересь можно сказать для нашего восприятия и ее прилавляют каким то образом ее семена сеют и на всем этим я знаю что Бог стоит и в том и в том и в том и он движет эту историю а мы вот мне понравилась еще соборность вот эта которая сжатая коммуникация очень сильно помогает для продвижения царства не очень сильно помогло сейчас я я сказал что имею ли мы право на то чтобы творить историю я говорю нет не имеем на что мы имеем право мы имеем право ну подожди ну да я закончу на то чтобы собрать вместе мы имеем право и обсудить это так то есть и представить себе а какую историю мы хотим творить представили мы можем спускаться и творить мы имеем право забрать а право управлять тем чтобы они творили как я ее вижу это заявка на ты же вводишь управлять кем-то управлять творить историю вместе каждый в ней участие и право нам для этого не может договариваться как она у нас есть она у нас обоснован философские богословские обоснования дожди а если на примере я вижу я приезжаю в город вижу там разбой я же когда право имею в смысле про раскольников тварь я дражащие или правы я не говорю нет нет здесь важно конечно вот в этом верхнем слое как квадратик договориться потому что жизнь вопрос задает не из раскольников а из того что все даю вам власть понимаешь и что что я что на земле будет связано небеса он же из другого задает вопрос а ты сразу про то что нужно старушек защищать да ну и смотри если мы конкретного в виду не имеем приезжали в город там творят разбой да то мы должны задуматься о тех кто творят разбой может быть у них есть позиция для на будущее они творят справедливость так мы не тебя не видим поэтому ты смотришь на них и думаешь что разбой но они им тоже власть они в деятельности они не могут в рефлексии в этом смысле они не знают что творят россиян господи и те кто с рефлексивной позиции им это зеркалит они садят в кутузке ну а потом они собираются рефлексируют возвращаются в деятельности и можно ли сказать что когда они другое сотворили что это соборная форма угодно к святому и нам что это когда они согласились что произошло что это именно то что творить историю через них творец нет понятно что нет смотрел у меня просто претензии к слову права потому что у меня позицию прав это некое обязанное из обязанностей вытекает возможность права такая договорная общественная понятие вытекает из того что кто-то выполняет какие-то определенные обязанности которые в этом устройстве в этом смысле вопрос право ли я имею он может быть первичным к тому как мы определили обязанности людей в этом смысле у человека нету прав никаких кроме того чтобы выполнять свою обязанность права схеме воспроизводства культуры могу уже положить можно найти того кто тебе возразить то есть я даже это прав в этом своем утверждении потому что насколько я анализировал этимологию слова права состоит из двух корней правда такая то есть это право это то что тот же корень что правед то что было его но на самом деле там в до вен это то что ведать знает там и так далее то что было давно и так нам пришло вот это право и в этом смысле там латинском это тоже абсолютно ну так скажем такая же этиология это все связано с богом но в смысле с языческим тем римским и греческим от которого вот даны какие-то права то есть вот есть некие божественные права то есть это не то право которое время которое звучит как лекс лекс это договор то есть когда возникает закон общественно называем это вообще законы да там были писанные законы то есть они называются в римском праве лекс это лексикон слова то есть там собрались роды время и договорились что они не будут убивать не будут убивать они стали дискутировать по вопросу можно ли убить чужого раба ну с одной стороны это собака которая совершенно точно не на том языке разговаривает как мы значит убивать можно и убивали всегда и это ну как раз объясняет ситуацию в которую пришел Иисус Христос то есть рабы чужие абсолютно бесправные граждане но это уже чья-то собственность надо было договориться а не приношу ли я ущерб хозяину если убиваю ну вот эту собаку вот ворота какую-то и они собрались и вот записали законы и у них ну договоренность по этому поводу но это не право это закон то есть ну вот лекс ну как в русском языке это не очень было ну имеет такую жесткую такое жесткое разделение одни законы нам пришли от бога мы даже не помним как так получилось получилось ну как бы вот это зафиксировали а от других мы договариваемся ну закон кстати русское слово оно имеет тот же корень что и конец то есть это тоже как бы то что было и что будет то есть начало и конец внутреннего ну на конту то есть это вот то что в колесо тогда получается что та коммуникация то есть то что ты подписывал на предыдущей своей этой самой это вот определенный договор это лекс конечно ну и для меня это рынок ярмар все что угодно то есть здесь собираются люди и договорились между собой не имеем ли мы вот этот рамп ну мы вообще да в чем собственно и вопрос как мы хотим поговорить о том что что значит в этом смысле право творить истории я понял так что можем ли мы менять историю так как мы договорились наши группы или там я как я вот усматриваю как хорошо было бы в мире жизнь там например как роберт оон когда он придумывал город в котором как коммуны все живут в 19 веке но его идея вот только начала реализовываться то есть сейчас вот создаются какие-то коммуны все больше и больше где люди живут в мире друг с другом пытаются создать эти коммуны коворкинги фирмы в которых всем хорошо работают где никто никого не заставляет ну 200 лет там надо пройти для того чтобы эту идею реализовать вот в таком ключе естественно а он ходил королеве к английской просил на это деньги говорил как хорошо было бы если все договорились между собой вот вот 2 миллиона долларов потратил чтобы такой город построить в США новая гармония так и была коммуны что-то еще друзья есть что такое значит вопрос такой да как мыследеятельность вот это ну как это это что я раньше прочитал преимущество начало это ради познания и ради этого я всего отказался вот вот процесс вот эти процессы которые ну вот рефлексии там наследительность вот это как оно связано вот с духовным поиском вот это что мы как бы мы в нашей христианской среде понимали там познание Бога как в этом будет помогать или взаимодействовать или еще что-то познание Бога ну я думаю что вот если так вопрос ставить как это должно помогать познание Бога то ну вот в этом хотелось бы как раз найти кооперацию с вашим сообществом то есть насколько я понимаю это инструменты которые позволяют там анализировать то есть ну я не знаю большие массивы например документов исторических вот мы например делали игру когда кто за вчера в субботу в субботу мы делали игру по теме там можно так сказать христианизации Руси да то есть там три разных течения значит и как это проанализировать то есть ну по сути дела можно в режиме трансляции об этом рассказать можно прочитать текст а можно людей вовлечь в рефлексию этих процессов то есть можно лекцию читать об этом а можно посадить всех за круглые столы и предложить всем об этом подумать и там грубо говоря сначала нарисовать потом пластилиновыми фигурками сыграть как это было и тогда появляется совсем другое ощущение этих исторических событий когда люди это и нарисовали и сыграли фигурками и они я думаю поняли гораздо больше чем они вы просто услышали или прочитали потому что они ну как бы там вспоминаем работы педагога французского педагога для того чтобы что-то понять надо это а внешне самому то есть кому-то рассказать ну и в принципе мне вот эта схема очень важна для конструирования новой архитектуры образования но самообразование я не представляю безблагословия то есть допустим я не представляю себе как можно сформировать мудрого взрослого человека не дав ему базовых представлений о том как появилось христианство какие так скажем идеи заложены внутри христианства как эти идеи были поняты дополнены в европейском мышлении как они были извращены ну и так скажем чему привели ну и так далее то есть показать видите это как единый процесс вот после деятельности единый процесс на протяжении всей истории человечества это показывает образованность человека я бы тебе это образование другое образование слово образ формирование какого-то образа дальше возникает он и законный вопрос какой образ мы формируем что мы считаем образом который должен быть человек проявлен откуда он берется я слышал такую точку зрения я пока не считаю что образование это образование объектов мышления то есть вот на слово бери у тебя должно появиться ощущение этого он же терял что с ним можно как если я сказал треорный хлеб от образования относится к появлению объектов да то есть у тебя характера мучить действовать развлечение добра и зла к образованию развлечение добра и зла потому что есть объект или объект зла тогда у тебя возьмутся эти представления кроме как из культуры у тебя есть культура а у меня есть объект у меня трогано есть на онкологическая доска она откуда училась ну вообще в мышлении есть объект на онкологическую доску они лежат объекты и различные действия этих объектов можно трактовать как добро можно трактовать как зло но ты знаешь кстати у меня в той работе которую я рассылал написано я об этом думал что то что для одного является добром для другого является злом поэтому представление добре и зле на самом деле просто взгляд на одно и то же из разных позиций это вот то как это хорошая иллюстрация его предыдущего тезиса изначально христианское представление в нашей культуре претерпел сначала развитие то расскажи в этом смысле это совершенно антихристианское понимание доброй ну хорошо просто иллюстрация была да я думаю что точно отфинишировать во временем значит друзья у меня есть два специальных для таких собраний первые я предлагаю вам 10 минут пообсуждать за столом то что я сказал у нас есть на все 15 минут тогда значит мы не будем обсуждать за столом потому что таком без меня значит а просто сделаем такт рефлексии когда каждый раз может быть тогда и друг другу расскажет сейчас мы собираемся отказать я могу хорошо предупредил просто завтра смотришь да все таки да мы же рассчитывали да я могу как бы я почти сказал свою рефлексию нет мы благодарны тебе за это время и мы благодарим тебя что мы собраны во имя твое и ты посреди нас мы благодарны тебе что твое присутствие в твоем присутствии господь есть и вопросы и ответы есть господи свобода есть открыт воля твоя господи мы благодарны тебе что ты даешь нам возможность вопрошать размышлять задавать вопросы друг другу и на самом деле приходить вновь и вновь к тебе и искать тебя господи в своих сердцах искать тебя в твоем слове искать тебя в том что происходит вокруг нас господи боже мы хотим мы хотим на самом деле познавать что есть воля твоя благая угодная совершенная мы хотим познавать тебя мы хотим господи открывать для себя твои планы и намерения которые как ты сказал в слове своем во благо и боже мы хотим осуществлять ожидаемое осуществлять волю твою на этой земле прославляя тебя принося плоды и господи взаимодействуя с тобой друг с другом и принося царствие твое принося твою любовь твою евангелие в этот мир во имя Иисуса Христа аминь 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 аминь